здравствуйте сегодня мы поговорим о свободных отношениях с викторией здравствуйте виктория алексеевна здравствуйте вы попросили ему когда увидели что у нас на канале ольга вячеславны была тема о полиаморных отношениях вы сказали что жаль что я не участвовала я предложил вам отдельный эфир пожалуйста с вас и начнем тема очень интересная безусловно актуальная особенно сейчас в нашем современном веке я рада что у нас здесь только различных умов собрались чтобы ее обсудить а ну в первую очередь я бы хотела наверное спросить то есть у нас здесь сидят люди разных сортов что вы вообще думаете про открытые отношения вот и видите ли вы допустим себя потенциально когда-нибудь в подобных отношениях и что вообще подразумеваете под этими отношениями ну дайте определение которое вы хотите заложить в это обсуждение а уже от него отталкиваясь мы будем развивать наши подходы к нему хорошо хорошо ваш эфир хорошо смотрите я отталкиваюсь от двух определений свободных отношений то есть у нас во первых есть полиаморные отношения полиаморные отношения подразумевает когда два человека находятся допустим вместе но они могут любить других людей то есть полиамор поле-многоамор-любовь то есть много любви человек подразумевает что он может любить не только одного партнера но допустим несколько партнеров одновременно Также существуют полигамные отношения, когда человек считает, что он может иметь сексуальные связи со многими партнёрами, и они не обязательно могут сопровождаться какими-то любовными или духовными отношениями. То есть это заключается именно в половых связях с другими людьми. А первый тип не подразумевает второго? Не обязательно, не обязательно. То есть полиамор, особенно в современном веке, очень часто люди говорят, что просто, допустим, они могут любить, иметь какого-то ещё вот человека своей души на стороне. Виктория, а второй как называется ещё раз? Полигамия, полигамия. Ага, полигамия, отлично. Тогда и полиандрию тут даже отнеси. Ну, полиандрия, я не знаю. Что такое полиандрия? Ну как, полигамия – это, в общем-то, брак, в котором присутствует несколько женщин с одним мужчиной. А полиандрия – это когда с одной женщиной несколько мужчин. Вот, например… А смотрите, мне кажется, полигамные отношения в современном мире, они не разделяются особо пополам. То есть, допустим, в современном мире полигамные отношения обычно представляются так, что два человека вместе, и они договариваются с друг другом, что они также могут иметь связи на стороне. То есть они в сексуальном плане ничем не ограничены. Вот не ограничены только друг другом. То есть речь в данном случае идёт об отходе от традиционного определения полигамии и полиандрии, фокусом которого является понятие брака и всё, что связано с брачными отношениями. В свою очередь, брачные отношения – это социальные и юридические формы, которые коренятся в традициях, праве, в обычаях и связаны с государством. То есть отношения человека с обществом и государством прописаны в законе. То есть брак мы не будем обсуждать или будем? Ну, смотрите, мы можем обсуждать брак, ну, можем затронуть этот брак, но, знаете, как отдельную тему. То есть мы можем рассматривать полигамию и, если мы говорим о браке, и если мы говорим просто, допустим, о договорённости человека. То есть, ну, грубо говоря, встречаться, как это сейчас называют. Да, то есть отношения без обязательств. Или отношения в личном плане, с личными обязательствами, но не в социальном и правовом плане. Да, да. Хорошо. Ольга, что вы думаете? Я тут, конечно, олдскуловский товарищ, и для меня эти вопросы, как и для моего окружения, в принципе, что интересно и молодого. То есть у меня там сыну 28, дочери 18, и они, ну, как бы, скажем так, не сторонники полигамных отношений. Их друзья, насколько мне известно, ближний круг точно так же. Поэтому я не сторонник, скажем так. Но мир меняется, и, собственно говоря, это сейчас становится трендом. Ну, а почему? Без обязательств очень хорошо всё упрощается. В общем, давайте так, в жизни всё упрощается, и это тоже. Отношения тоже стали упрощаться. Поэтому, когда ты не несёшь никакую, там, не знаю, ответственность, обязательств может быть абсолютно беспорядочным там в своих связях, ну, как бы, наверное, это какой-то новый тренд. Я пока не в теме, честно скажу, и я старых таких взглядов на мир. Несмотря на то, что я третий раз замужем, ха-ха, вот, это к вопросу о том, что я просто ищу или искала, или так случилось. Но я достаточно верный товарищ сама и хочу, чтобы в наших отношениях до какого-то момента было вот так. One to one. Спасибо. Дмитрий Радович, что вы думаете? Да, ну, я хотел сказать, что сейчас есть много терминов для обозначения. Действительно, я не могу здесь не согласиться с Владиславом Юрьевичем, что полигамия – это, прежде всего, многобрачие. А когда люди находятся в таких вот отношениях без обязательств, то это называется помискуитет. Это означает, что у них вообще нет никаких отношений. Насчёт того, почему это становится сейчас популярно, я полагаю, что это связано с общей идеей индустриальной культуры, о том, что всё можно заменить. То есть, как у нас нет ничего вечного, у нас теперь одноразовые дома, одноразовая посуда, одноразовые отношения, одноразовая работа – всё предельно заменяемо. То есть, система должна быть устроена так, чтобы в любой момент любую шестерёнку из неё можно было заменить на новую, и система бы не рухнула. Поэтому я полагаю, что это может быть хорошо для индустриальной системы, но в личном плане это плохо её и скорее вредит людям. А почему, вы думаете, что он плохо и вредит? Ну, потому что, когда люди заменяемы, они сами становятся расходным материалом. То есть, в принципе, ценность человека, она резко снижается. Вот если, например, мы берём какими-то традиционное общество, там мать никто не может заменить. То есть, ну, не только мать, это, в принципе, женщина. То есть, женское дело не может выполнить мужчина. Ценность женщины, она выше. Ты не можешь взять, просто её заменить каким-то человеком, которому по должности это обязано. Сейчас мы уже заменяем родителей на воспитателей, на учителей и так далее. В скором времени мы будем их и на кормилец заменять, и уже есть искусственные банки спермы, которые не требуют участия мужчины для оплодотворения женщины. А в скором времени, как учёные говорят, будет изобретена ещё искусственная вагина. То есть, даже в плане размножения людей уже люди для чего нужны не будут. Ну и плюс это, и вот мы с Борисом Юрьевичем уже говорили про искусственный интеллект, про ненужность людей для того, чтобы выполнять какие-то профессии и так далее. В общем, в скором времени ценность людей будет нулевая. И отношения – это здесь только конкретный срез общей картины. Хорошо. Виталий, вы что думаете? Задайте вопрос. Мы сейчас обсуждаем полиаморию, полигамию. То есть, полиаморию, когда человек может любить нескольких партнёров, допустим. Полигамия, когда человек может иметь множество половых партнёров. Что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы это работающей темой, так сказать, чего вы придерживаетесь сами? Ну, немножко отойду тогда от церковных вещей. Мне почему-то кажется, что сейчас такое время. Ну, то есть, вообще, многие вещи в определённые периоды истории, они усложняются, а потом в какой-то период истории, наоборот, упрощаются. Ну, так мне показалось, по крайней мере, глядя на исторические какие-то вещи. Ну, например, Римская империя, да, то есть, это, ну, как там, ассоциации с разгулом определённым, императорским, да, там, с вакханалиями всякими, с свободной нравой. Потом приходит там новая эпоха, наоборот, всё зажимается, всё строго. Потом там вспомнить Англию, да, там, сервировка стола, там, ложка, вилка. Всё сложно, не руками едят, а вот настолько сложно всё культурно. А теперь пошло опять упрощение, да, там, одноразовые стаканчики уже упомянули, да, и, соответственно, и отношения. То есть, в моём понимании, это такой период времени, который тоже закончится и опять начнётся какое-нибудь усложнение, то есть, как бы. Ну, и могу сказать, что, наверное, взаимоотношения мужчин-женщин, они, ну, всё равно разные, наверное, да, то есть, с разным мышлением, с разных планет, как говорится, да. То есть, допустим, ну, брак, институт брака, я так понимаю, что его толком иногда и не было на некоторых исторических, там, этапах жизни человечества. Сейчас он есть, но в данный момент он приобрёл какую-то ещё интересную форму такую, да, то есть, можно разводиться. Например, там, 200 лет назад, ну, развод не считалось чем-то таким порядочным, да, сейчас тут вот, хочешь только разводить. То есть, ну, и в моём, вот, с психологами, когда общались, там, брак нужен скорее женщинам, чтобы чувствовать защищённость какую-то, да, то есть, как бы, печать паспорта, оказывается, очень сильно влияет на мозг. Ну, а для мужчины, ну, надо так надо, допустим, но по-хорошему-то брак ему не особо-то нужен мужчине. Спасибо. Владислав Юрьевич, а что вы думаете касательно таких форм взаимоотношений? И почему, как вы думаете, вот так вот исторически, в культурах многих народов и стран так сложилось, что вот особенно брак, то есть, если люди имеют какие-то общие договорённости друг с другом и обязывают друг друга, почему брак включает в себя вот именно такое обязательство партнёров не спать ни с кем на стороне? То есть, почему вот именно этот аспект, он является одной из ключевых брака? Ну, эта тема, в общем-то, не секрет. Её основы обсуждены в литературе достаточно обширно. Достаточно вспомнить классический труд происхождения из семьи, частной собственности и государства, понимаете ли? Не знаю, знакомы вы с этим трудом или нет, но мне кажется, что те доводы, которые там представлены, они взяты из более раннего источника, естественно. Всеобъёмлющие объясняют то, о чём мы сейчас говорим. Во-первых, я не соглашусь с тем, что в какие-то эпохи брак исчезал или в какие-то эпохи торжествовал промискуитет. Нет. Если мы возьмём Древний Рим, то римская мораль была исключительно жёсткой, исключительно давляющей над личностью. Брачные отношения в Риме были основой государства, в прямом смысле слова. Фамилия, вот это вот название, это римское название, семья, да? До сих пор у нас есть фамилия, это как имя семьи. А что такое семья? Семья — это, опять-таки, социальное и правовое измерение личных отношений, которое упирается в экономические отношения, в имущественные отношения, понимаете? В частную собственность. Вот, государство строится на семье, понимаете? То есть это традиционное отношение ко всему этому, которое пронизывает историю человечества. Почему? Потому что традиционно государственность строилась по иерархическому принципу, и как в государстве была иерархия. Вот помните, например, что императора называли «отец отечества», да? Вот, то есть это отец отцов, да? Царь царей — это отец отцов. Точно так же и в семье был свой отец. Ну вот, это было связано с религией, да? Бог — отец, Бог — сын. Если мы откроем Библию, это семейная история, это семейная традиция. Причем эта семейственность, она пронизывает Библию. Это семейственность на личном уровне, это семейственность на племенном уровне, это семейственность на уровне кланов, на уровне государства и в конечном итоге на сакральном уровне. Семейственность. Что такое семья? Семья — это регулируемые извне отношения, формы отношений, стандарты отношений, которые социально и государственно приемлемы. И, что самое главное, они обеспечивают преемственность, вот этот континуитет. Уже было сказано в нашем обсуждении, что современная эпоха тяготеет к тому, чтобы избавиться от традиционной ценности этого континуитета. Это, в свою очередь, в течение веков было аномалией. То есть все, что мы сейчас в современном мире переживаем, это очень важно иметь в виду. Это попытка, это опыт, огромный многоуровневый опыт отхода от нормальности, которая существовала традиционно. И попытка сделать нормальным то, что было аномальным в течение веков. Да, промискуитет существовал как формы отношений всегда. Если мы возьмем римскую, опять же, эпоху, то императорские оргии никак нельзя рассматривать как обычную форму поведения нормальных людей. Нет. Это было своего рода отдушина для аристократии. И надо заметить, что все это заканчивалось всегда плохо. Таких императоров убивали. Это очень необходимо иметь в виду. Например, если мы возьмем судьбу императора Элагобала, который считался самым развратным из римских императоров. Но, во-первых, он был юношей, он был молодой человек. Это во-первых. А во-вторых, он правил очень недолго, его просто зарезали в уборной. Понимаете? Вот чем это все закончилось. То же самое было с Каллигулой и со всеми прочими, кто пытался это делать. На самом деле, далеко не все римские императоры вообще этим занимались. Возвращаясь к теме, в традиционных обществах племенных, негосударственных, свободные отношения приветствовались для определенных возрастов. Вот, например, если мы возьмем Полинезию, то есть островное сообщество Тихого океана, то там существовали формы свободных отношений для юношества. Для юношей и девушек это было частью последующего обряда инициаций, то есть введения во взрослый возраст. Ну, то есть, грубо говоря, людей приучали к сексуальной жизни. Но опять же, эти общества являются скорее исключением, чем правило. В языческих обществах, в домонотеистических обществах, культ семьи был ничуть не менее давлеющим над человеком. Если мы возьмем, например, Древний Египет или Междуречье, то есть первую государственность, то сохранились документы, как преследуют за супружескую измену, ну и так далее и тому подобное. То есть эти формы отношений существовали всегда между людьми. Что характеризует современную эпоху? Вот эти формы отношений, свободные формы отношений, они связаны с культом свободы, на которой вырос весь современный мир со всеми его достижениями. И культ свободы предполагает и половую, личностную свободу. Она должна быть воплощена в каких-то формах отношений, которые могли бы быть социально приемлемыми. То есть прежде чем они будут социально приемлемыми или приемлемы в правовом смысле, нужно создать культуру восприятия этих ценностей как приемлемых. Вот это либеральный подход, который мы наблюдаем сейчас. Но это лишь попытка выйти за традиционные границы. Еще раз подчеркну. Сделать нормальным ненормальное. Это большой эксперимент. Мы не знаем его конца. Мы присутствуем в его самом ходе, так скажем. Если вы спрашиваете о моем личном отношении ко всему этому, то в юношеские годы все возможно. Понимаете ли? Вот. Если вы спрашиваете о моем отношении к культуре всего этого, то я знаком с этой культурой. Это и в литературе отражено. Вот возьмите, например, роман «Эммануэль», который является, можно сказать, такой идеальной, идеологической основой для сексуальной революции своего времени. Вы знакомы наверняка с этим произведением. В этом романе свободные отношения обсуждаются сверху донизу, справа налево и кругом. То есть все формы чисто по-французски, потому что это продукт Франции с ее понятием «либерте». Понимаете? То есть там это представлено в форме художественных образов. И это наследие традиции французской революции, так скажем. Вот. Мы все знакомы со всем этим, и сейчас мы наблюдаем этот эксперимент в реальном времени. И даже участвуем в нем. Даже наши отношения к этому есть участие в этом. Так скажем. Ну, не знаю, насколько я хорошо и всем. Я бы лучше ответил на ваши вопросы. Спасибо. Я очень довольна. Спасибо. Борис Юрьевич, а вы что думаете? Да все такие душнилые, что мне даже уже высказываться не хочется. Но мнение у меня такое. Если бы я был бог, я бы людям вообще бы письку не давал. Они настолько с ней носятся все, что просто жуть вообще. Хотя делов-то там, ну, не так уж и много. Сколько там этого фекса? Господи, помилуй. Отец Виталий. Безобразие. Я считаю, что это все глупости. Надо быть благодушным, добрым, ласковым, любить друга-дружку. И совсем не обязательно эту письку куда-то засовывать. Браво. Я вот все хотел... Что? Браво. Я вот все хотел кого-нибудь, когда был попом, гея поймать. И сказать им это. Ну, не поймал. А сейчас уже они меня поймали. Нет, они меня не поймали. Я что говорю? Душнилами не надо быть, сволочми не надо быть, гадами не надо быть, осуждать никого не надо. Это жутко приятно, оказаться с незнакомой, голой женщиной в кровати и болтать о всяких глупостях. Но большего наслаждения притумать невозможно. Чего вы тут сидите, разглагольствуете? Египет не Египет. Тоже мне нормальные отношения в веках. Человечество всегда было абсолютно ненормально. Оно творило самим собой такое, что просто жуть какая-то. И отслеживать, кто кому там засунул, не засунул, кто с кем что делал. Вот эти вот все половые отношения настолько усложняют и без того совершенно невыносимую сложность нашего бытия. Они настолько ингибируют здоровые, благодушные отношения. Со сколькими парнями вы прекратили общаться, заподозрив, что они хотят залезть к вам в трусы? Я не с одним. Со сколькими девчонками вы перестали общаться за то, что они вам не дали этого сделать? Вы понимаете, у нас такая вот детерминированность и тупоумнейшая детерминированность. Вот, значит, он меня хочет, и за это я его не хочу, потому что он меня хочет, но не хочет, потому что он захочет, а потом расхочет, потом они захочут. Никаких писяк бы никому вообще бы не давал. Нафига это все надо? Это надо вообще выносить за скобки. Получилось? Получилось. Слава Богу. Ура! Ура! Получилось. А не получилось? Тоже ура. Похихикали, как говорил мой зять, и баеньки, если не получилось. Какие проблемы-то? Господи! Я с испортницей одной общался, она говорит, то, как мучают себя люди в браке, такого вообще посмотреть невозможно. Ее иногда приглашают для разнообразия братьевской жизни. Что они друг с другом делают? Да господи! По 20 лет по 20 лет этим занимаются. Да, что Вика? Вы бы предпочли свободные отношения, то есть вы бы, допустим, предпочли быть какой-то женщиной в браке, но иметь возможность спать с кем-то на стороне? Ну, спать, можно, конечно, и спать. Имеется в виду общаться совершенно свободно. Я в таком браке и нахожусь и очень счастлив с третьего раза. Да, хочу, общаюсь, не хочу, не общаюсь, и ей даю полную свободу. И все, и что такого? Слава Богу! Господи! Тоже вот тут придумали, значит, это совы. Это я уж не говорю о биологии нашей, что мы просто чахнем и дохнем. Вы посмотрите на себя, когда у вас нету живого общения. Мы же чахнем и дохнем. Ну, хорошо чахнуть и дохнуть. Если у нас природа так устроена, что появляется красивая женщина, и все начинает расцветать, и силы появляются, и иммунитет, и готов на подвиги, и что-то хочется, и куда-то стремишься. Или, значит, сидишь и чахнешь, и чахнешь, и чахнешь. Ну, и что? Вот я знал одного, 84 года его было. Такой еще крепкий. Сейчас еще эту виагру изобрели. Сейчас любой может быть молодцом. Понимаете? Ну, там свои, конечно, сложности, но вообще не надо быть молодцом. Вот это вот идея того, что постель, это место, ресталище, доказательство, она должна быть безупречна. Поэтому она будет выгибать свою шею так, чтобы не увидели ее бородавку, будет заворачиваться простыней там какой-нибудь живот, чтобы не увидели, который всем нравится, но она считает, что он какой-то не такой. И вот обязательно будет 44,3 градуса наклон головы, чтобы ее нос не казался слишком длинным. И это все, о чем эта женщина будет думать в этот момент. А мужчина будет думать только бы не кончить, или только бы, чтобы встал, а потом только, чтобы не лег, а потом только это самое, и потом бум-бум-бум получилось. Ну, слава Богу, до следующего раза как-то пронесло там что-то. И что, это удовольствие друг от друга? Да если бы мы так занимались другими вещами в нашей жизни, да мы повесились бы на собственной письке. Вы прикиньте, если бы мы так ели, как мы занимаемся сексом. Или если бы мы еще что-нибудь делали так же. Ну, это же долбоебство какое-то, товарищи. Ничего тут душнить про Древний Египет и прочее, извините, Владислав Юрьевич. У вас когда возможность была, молодая девчонка, все, вы тоже никогда это не пропускали? Нет, конечно. А я не об этом говорил. Сейчас не пропустите. И вон у нас Ильи Анатольевича нету, тоже еще как бы это, да и остальные все. Что, если мы бороды вырастили, значит, мы сейчас будем это тут морализировать, что ли, дофига? дурь. Мы и так живем в отвратительном, злобном, бессмысленном мире. Есть у нас некоторое маленькое вообще счастье вот этого взаимного общения, взаимных прикосновений, вот этой эйфории, вот этого счастья. В любой момент, как только это возможно, надо это делать. И что такого-то в этом? Господи, вообще вдумайтесь, в чем, в чем смысл этой верности. Семью вы строите, блин. Отец Виталий вам скажет, что такое семья? Семья – это малая церковь. Семья имеет смысл только, если это действует сонаправленно спасению душ. А если у вас семья для того, чтобы Мерседес купить, то это такая же семья в глазах Божьих, как крокодил. Слушайте, вот Христос. Ведь если составить все, что он говорил там, когда он все время, как не посмотришь в Евангелие, его нет. А где Христос? А он с бледями этими мытарями сидит. Вот его все имя нету. Его все имя. Где там? Вот где? Где? Что он там говорил? Я точно знаю, что он там не душит. Иначе бы его взяли бы и побили бы постоянно. Они люди прямые. И мытари бы ему кулака дали бы, и бляди бы ему наваляли. Разве не наваляли бы? Значит, он как-то с ними по-свойски общался. Понимаете? И там не было такого, что он куда-то зашел, и потом они бузьком пошли спасать души. Нет. В отдельных случаях иногда кое-где... То есть, он нормальный мужик был, нормальный человек, и общался, и почему-то его тянуло именно к ним. Он считал, что они более искренние, более нормальные. Он почему-то с ними общался. Он с апостолами так, сквозь зубы все время. А фарисеев вообще надоб не переносил. А ведь фарисеи считали себя вообще супер, супер-пупер какие. А его тянуло к блядям. И меня тянет к блядям. Потому что я чувствую, что они искренние. Потому что нету вот этих вот всех барьеров. Вот нету вот этой вот игры. А вдруг он меня хочет, тогда я его не хочу, или я хочу его не хочу, а он хочет и хочет, а вдруг он захочет, и тогда надо ему не писать, а если его писать, то не писать. С блядьми все просто. Хочешь, возьми, не хочешь, давай шампанского выпьем, о жизни поговорим. Какая разница? Понимаете? Вот я не знаю, где эти апокрифы, о чем они говорили с блядями. Где они? Отец Виталий, где апокрифы? Спасибо вам большое, Борис Юрьевич. Я тоже ставлю свое такое мнение. Я в этом плане человек достаточно свободный, ну, я молодая по своему сравнению, со многими. Вот. Вообще, меня всегда очень интересовал вопрос, почему вот исторически так сложилось, то есть, в очень многих культурах, как сказал Владислав Юрьевич, вот брак, это вот обязательно, вот, все, ни с кем больше не спишь, вот мы вместе так тусим всю жизнь, и все. Хотя, на самом деле, это даже противоречит своей мере человеческой природе. То есть, если мы, допустим, углубимся в революционную биологию, вот, ну, вот, как вообще свой вид будем идентифицировать, есть там виды моногамные, вот, хомячки, они там влюбились на всю жизнь, и все, и тусят друг с другом, у них жизнь короткая. Где вы видели моногамных хомячков? Есть такие моногамные хомячки, они реально втюхиваются друг к другу, и все, и на всю жизнь только с одним хомячком, вот, есть полигамные виды. Я уже ответил на ваш вопрос, это социальное и правовое измерение отношений, это не имеет отношения к личным вопросам. Вот, когда меня обвиняли в том, что я душнилого устроил, это не мое душнилого, я просто излагаю то, что государство и общество в течение столетий, тысячелетий навязывали человеку. Я, Владислав, я вот вам и скажу, я на вас хотел жениться, без секса. Я польщен. Идеальный, вы идеальный человек, для меня, с которым я совершенно реально подумывал после нашего путешествия, что мы вот так до старости вдвоем и проживем. Понимаете? Вы знаете, мне сегодня сон приснился, где вы меня приглашаете в новый дом. Вы знаете, и этот дом выглядел как огромный дворец. И я шел по залам, я поднимался по лестницам, вы мне показывали какие-то большие комнаты, вы знаете, во много человеческих ростов, это было какое-то красивое здание. Вот серьезно, вот это я видел сегодня во сне. Вы понимаете, вот эта духовная близость, вот этот комфорт, благожелательность, неосуждение друг друга, они настолько важнее кто кому припихнуло, кто кому нет, и оно не имеет полов, оно даже не имеет ограничений вида. Вот отношения с котом могут быть значительно более насыщенные, чем отношения с некоторыми супругами. Да. Вы понимаете? И прочие всякие вещи, да даже отношения с вещами, что ходить далеко. Вот как раз по поводу отношений с вещами. Вот это именно то, что мы в данный момент обсуждаем. Брак был всегда связан с передачей по наследству материальных ценностей в рамках семьи. Ну и пусть они со всей своей мировой историей идут куда подальше. А я хочу послушать Викторию. Она обещала рассказать, как она жила в открытых отношениях и почему это не идет. Давайте ее послушаем. Спасибо. Я немножечко все-таки свою еще эволюционную биологическую тему продвину. То есть если мы смотрим на людей как на какой-то биологический вид, то вообще ученые пришли к мнению, что человек это сессионно-моногавный вид. То есть у нас в принципе эволюционно как природа предполагается отношения с одним партнером должны длиться около 3-5 лет. Почему именно такие ограничения по времени 3-5 лет. За это время эволюционно предполагается, что мы зачтем детей, минимально-максимально воспитаем наше потомство, все, разойдемся, дальше новое потомство. Генетическое разнообразие, чтобы было. То есть так подразумевалось именно природой. Однако культура у нас сложилась, что почему-то с одним человеком мы должны быть всю жизнь. И что самое забавное, на самом деле быть с одним человеком всю жизнь это же по сути неработающая штука. То есть это показывает и статистика наших разводов, и сколько отношений распадались постоянно из-за измен, из-за каких-то таких выяснений, ограничений, и сколько отношений погубила ревность, которая тоже почему-то у нас есть. И я в какой-то момент как раз-таки пришла к мысли, что как-то это все безумно, как-то это все не должно так работать. Как-то вот я состою в отношениях с одним человеком, мне же хочется кого-то еще, ну почему я не могу взять и просто пойти с кем-то еще пообщаться, и какие-то более интимные отношения иметь. И как раз тогда я первый раз вступила, мы тогда с партнером встречались три года моногамно, то есть мы были только вместе, но потом я такая, а давай попробуем, что из этого получится. В результате получилось, то есть у нас были свободные отношения, я могла где-то с кем-то на стороне, он мог где-то с кем-то на стороне, вот мы это все согласовывали, долго друг с другом обсуждали, выстраивали какие-то договоренности, как нам обоим будет комфортно, то есть допустим, мы там друг другу рассказывали, что и как, мы друг другу рассказывали, что, куда, с кем и так далее, нам так было комфортно, вот, но по итогу я пришла к мысли, что в принципе свободные отношения, они имеют место быть. Но люди из-за своей культуры, из-за своего психического состояния зачастую к ним не готовы. Потому что очень часто какие-то внутренние проблемы, которые у вас есть с партнёром, они не решаются, а посредством вот такой вот открытости просто сублимируются где-то на стороне. То есть, допустим, у нас с партнёром были какие-то проблемы, и я в какой-то момент поймала себя на мысль, что вот я где-то на стороне просто ищу утешение. То есть я не стремлюсь решать эти проблемы, я стремлюсь где-то там что-то на стороне. И поэтому я отошла от этой мысли. Но в то же время считаю, что если мы культурно прославим полигамию, если мы культурно прославим такой тип отношений, и люди действительно начнут видеть в этом смысл и ему доверять, то это может работать. То есть если мы начнём относиться к этому как-то более ответственно, что ли. И, ну, по сути, мне кажется, это хорошее решение проблемы, потому что тогда не было бы измен, тогда не было бы вот этого какого-то утяжелителя, который на тебе висит, что вот, у меня есть какие-то ограничения, у меня есть какие-то границы, я не могу того, но мне же хочется, мы же не можем бороться с этим, вот что мне хочется. Вот. Я поэтому, допустим, своим нынешним партнёром, даже несмотря на то, что мы стоим в моногамных отношениях, я всегда говорю, если тебе хочется, ну, вот у тебя есть фетиш какой-то, ну, с рыженькой ты хочешь переспать, ну, у меня дред, я не могу их рыжей перекрасить, и парик на меня не налезет. Вот. Если хочешь, ну, иди переспи ты с рыженькой, расскажешь потом, что, как понравилось, не понравилось. Вот. Либо, либо, что-то захочется, ты подойди ко мне, мы обсудим, может, у тебя какие-то проблемы, может, тебе что-то со мной не нравится, может, я что-то не так делаю, давай это обсудим, давай это решим. И такая свобода, то есть свобода мысли в первую очередь, возможность обсудить с партнёром абсолютно любые вещи, даже такие табуированные, как вот где-то что-то с кем-то на стороне. Мне кажется, возможность их обсуждать реально делает отношения более доверительными. Вот, и человек перестаёт бояться. Он перестаёт бояться своих же эмоций, своих каких-то желаний, которые у него возникают, потому что, ну, возникло у тебя желание, и ты понимаешь, что партнёр будет тебе ревновать, партнёр будет к тебе плохо относиться, он будет считать, что ты предатель. И, естественно, ты боишься, но он уже никуда не девается изнутри. Что вы думаете, Ольга? Тогда формат отношений какой становится, ну, вряд ли это уже там. Ну, 35 лет, да, угасают чувства, и, наверное, всё-таки это уже такие более дружеские становятся отношения, партнёрские. Ну, я не знаю, здесь очень сложная такая грань. Я не очень готова была бы там слушать, как ему с Рыженькой, если честно. Ну, это вот собственническая, женская, конечно, история. Согласна, что в это время у меня тоже много чего произошло по отношению к жизни, переоценки, переосмысления, и, возможно, там, измена мужчины не такая уж, и прям печальная печаль, за которую нужно рушить семью и делить имущество, вот, и так далее. Не знаю, Вик, если честно, свободные отношения в плане того, что ты выясни, как это, ты делаешь комфортно другому человеку, а может быть, я что-то делаю не так, а давай мы будем с тобой ещё договариваться о чём-то, вот, чтобы нам было хорошо. Ну, брат с сестрой. Ну, вот для меня это вот так становится уже. Ну, как-то вот всё очень... Прозвучало очень важное слово делёж имущество, словосочетание, вернее. А главное имущество в браке это дети. Отношение к детям всегда было как к цели брака. Почему? Потому что дети наследуют имущество. Детям передаётся имущество, как фамилия, как имя. Это родовое понятие, древнее понятие. Вот эти вот древности нависают над нами. Понимаете? Мы всё время... Да, мы всё время стремимся освободиться от этого, но это нависает. Мне кажется, как у вас, так и у меня. У нас с вами имущества нет. Да, правильно. Но дело в том, что мы в современном мире... Мы надели, господа, своё имущество за всю жизнь. У меня никогда не было имущества. Вот знаете, главное, между прочим, христианская молитва, там есть фраза «Хлеб мой насущный, дашь мне днесь». Да? Вот это буквально описывает мою жизнь в течение всей моей жизни. У меня никогда не было... С вами словно что-то поделить, правильно я понимаю? Нет смысла находиться с вами в браке. Всё своё ношу с собой. Понимаете? Это было сказано до Иисуса. Но вот это вот слово из молитвы Иисуса продолжает данное отношение. Но дело в том, что это, опять же, аномалия. А вообще люди стремятся к обладанию, к имуществу. Они хотят этого. Это также заложено в их природе. А имущество и обладание означают постоянство, предсказуемость этих отношений, что вот оно моё. Дело в том, что на самом деле, мне кажется, что подсознательно это выходит, как это ни парадоксально, каким-то образом, из бессмертия души. Потому что мы хотим... Мы несем эту вечность в себе как элемент. И обладание — это то, что мы хотим жить вечно. И мы думаем, что вот вечно мы будем этим обладать. Хотя на самом деле в этом материальном мире абсолютно всё приходящее очень временно. Мы даже своим телом не будем обладать. Оно разрушается на наших глазах с самого рождения. Но вот эта иллюзия обладания, собственничества, она пронизывает жизнь подавляющего большинства людей с начала и осознания людьми себя с детства и до конца. Это точно так же заложено в нашей природе. Вот представление о свободных отношениях — это идеалистическая попытка вырваться за пределы всего этого. И в этом тоже часть человеческой природы. Да, мы хотим вырваться за пределы всего этого. Но с точки зрения общества и государства, то есть вот с этой самой точки зрения усреднённого человеческого, я подчёркиваю, усреднённого, вот это земное отношение к собственничеству, оно пронизывает не только ценности материальные, но и ценности отношений между людьми. Мы хотим зафиксировать эти отношения, мы хотим обладать этими отношениями так же, как хотим обладать людьми и продуктом этих отношений. Я говорю, мы условные, надеюсь, вы понимаете. Вот. Вот я хочу сказать насчёт природы. Мы всё время ссылаемся на природу. А что, если бы нам так не повезло, и у нас была бы природа, как у богомола. Вот. Совокупились, и надо откусить голову самцу. Ну вот надо, и всё. Ну, многие... Так и происходит, Борис Юрьевич. Ещё какая-нибудь природа была бы, что мы должны, там, я не знаю, как у клопов. У клопов отстегные эти пенисы, они ими стреляют. Причём стреляют, не глядя и в самцов, и в самок, и в другие виды. Если они попадают в самок, ну, естественно, не в то место, в которое надо, то потом эти сперматозоиды по всему организму ищут куда и туда доходят. И они могут до двухсот этих... Откуда у них столько пенисов, не знаю. Наверное, враньё какое-то. Неважно. Просто природа, она может нас такие отвратительные вещи придумывать, это самое. И вот, значит, мы должны ей следовать. Да, мы должны её обманывать, потому что пойдёшь против природы, на кладыще окажешься. Да, приходится, но с другой стороны оправдывать этим, что вот мы будем делать так, мы будем делать так. Да, правильно, всё говорит дорогая Виктория Алексеевна. Да, два-три года, всё, сейчас вот жена нынешняя голая заходит, но мне всё, хоть бы кхны. Всё равно, что если бы, я не знаю, кто бы зашёл, кот голым зашёл бы. Понимаешь, мне... Женщина на самом деле, Борис Юрьевич, женщина тоже, я извиняюсь, человек, да, через какое-то время находясь в браке, ей тоже хочется внимания мужского, быть любимым. Это тоже в нас вызывает... Вот если бы у нас был жёсткий брак, мы бы разбежались бы давным-давно. А из-за того, что мы души друг другу не чаем, то есть нравимся друг другу, дурака валяем вместе, заботимся друг о друге. Всё же прекрасно. Поэтому у нас нету причин для того, чтобы разбегаться. От того, что мне хочется пообщаться с кем-то, а у меня это приступами, то хочется, то не хочется. Ну и пошёл, пообщался. Ну и чё? Да, простите. Да. Я просто думал, что вы закончили. Я хотел сказать, что... Пожалуйста. Только... Пожалуйста. Да, что Ольга сказала, что это собственническая женская история. И я очень часто слышу такой упрёк, что что-то является собственничеством. Но я, собственно, не понимаю, что здесь не так. И Владислав Юрьевич, может, меня поправит. По-моему, Энгельс как раз и писал, что брак это право собственности супругов, мы сексуальность друг друга. Ну вот, вот. Я поэтому и привёл это в начале своего выступления. Да-да. Значит, я не ошибся. Это был Энгельс. Конечно. Здесь нужно просто понимать, что действительно отношение собственности это не только количество денег, которые у нас есть в кармане и документы на квартиру или на какое-то другое имущество. На самом деле отношения собственности, они гораздо шире. И они пронизывают очень многие наши отношения. Поэтому то, что, например, сказала Виктория, мне кажется, что это, конечно, звучит хорошо, но в то же время и утопично, что давайте прославим свободные отношения, но это примерно как давайте прославим отсутствие частной собственности. Я знаю, что вокруг этого тоже есть определённый культ. Например, была история Жанна Поля Сартера и Симона де Бувуара, у которых, как известно, были свободные отношения. И они были таким вот символом этой тенденции счастливой пары, которая находится в таких отношениях. Но только уже когда Сартер умер, их друзья рассказали о том, что на самом деле никаких счастливых отношений не было, что эти отношения были для них просто перманентным адом, кошмаром. Но они не могли в этом сознаться, потому что они не могли признать, что их эксперимент провален. Это была идеологическая вещь. Насчёт того, что Виктория сказала, почему так происходит, ведь эволюционно мы устроены иначе. Мне кажется, что это абсолютно культурная вещь и она вызвана тоже вполне себе объективными факторами. Согласно статистике, 92% детей, воспитанных в неполных семьях, тоже потом страдают от разрушения своего брака. Когда мы говорим о детях из неполных семьях, нужно понимать, что опять же, статистически люди из неполных семей чаще меняют сексуальных партнёров, раньше начинают половую жизнь, реже получают высшее образование, чаще работают на низкоквалифицированных и низкоплачиваемых работах, чаще попадают в тюрьму и так далее. То есть, иными словами, когда та модель поведения, которая приводит к большому количеству разрушенных семей, становится доминирующей, общество становится слабым. И такое общество либо просто вымрет, либо будет порабощено. Это объясняет то, почему, например, все, в общем, мировые религии, они сходятся более-менее в своих основных моральных принципах. И когда мы читаем в Левите предписание, что за прелюбодеяние нужно сжигать заживо, это неудивительно, потому что как еще, ну, там не сжигать заживо, там конкретный метод казни не упоминается, но там говорится, что смерть их на них. То есть, только смертью можно людей от этого удержать. Я не так строго, как Левит, я считаю, что здесь должно быть просто уголовное наказание, ну, людей там нужно как-то лишать свободы или каких-то прав и так далее. Тогда еще можно будет что-то сделать. Братья и сестры. Борис Юрьевич, я еще не закончил. Я должен пару слов сказать насчет ваших слов. Вы говорили, что нам неизвестно, о чем Христос говорил с блудницами. Нам известно, он говорил, иди и не блуди больше. Насчет жены... Один раз только был. Как определить? Как определить? Как определить? Нужно ли вам быть в браке с женщиной или нет? Задайте себе вопросы, подумайте над ним хорошенько. Если бы вы были нищим, она бы с вами осталась? Если бы вы были преступником, она бы стала вашей соучастницей в ваших преступлениях? Если вы полагаете, что если бы вам надо было совершить преступление, ваша жена была бы организатором и соучастником, тогда вы нашли именно свою жену. Вам очень повезло. И это такое счастье. Вот оно, счастье. Это вот то, что называется счастьем. Это не какую-то левую бабу трахнуть по пьяни. Когда ты находишь своего человека в этом мире, понимаете, находишь свою действительно родственную душу, человека, которому полностью доверяешь, на которого можешь операться, и который и на тебя может операться, и когда вы действительно становитесь двое одной плоти. Вот это и есть счастье. Так, Дмитрий, я с вами не соглашусь. Разводы. Дети неполной семьи. Я с вами полностью согласна. Они разрушают общество. Ну так люди же сейчас... Люди же сейчас... Никто же не выходит в брак. Никто же не вступает в брак с человеком, которого он не считает своей родственной душой. Ну, в настоящее время. Все люди... Да, очень людей, которые вступают в брак по залету, потому что родители сказали, потому что время пришло, потому что часики тикают, потому что просто, блин, мне ее задница понравилась. Я даже не думал, что будет через несколько лет. Проблема в том, что большинство людей полные идиоты. Большинство людей вообще не должны определять, на ком жениться или за кого выходить замуж. Поэтому традиционно это решали родители, потому что двум молодым дебилам, как-то моча в голову ударила, они решили, ой, пойду поженюсь. А через два года этот брак распадается. Вот почему это решали родители. Потому что родители могут сказать, ага, вот с этим человеком тебе нужно быть, а с этим не нужно. И мы видим и статистику. Я смотрел, как выглядит традиционное религиозное общество. Сообщество, где брак действительно один и на всю жизнь. Там никакой разницы нет. Там такие же счастливые семьи. Просто они крепкие, у них много детей. Единственная разница. Во-первых, там блудница, которую отослал Христос словами Игорь Шиповича, написала апокриф. Он ей сказал, иди и больше не попадайся. А где пруфы, что это она написала апокриф, а не какой-нибудь там мошенник, который за сто монет его продал просто, и сказал, о, смотрите, ну, в этом... То есть какой-то бляде вы бы поверили. А мошенник бы нет. Но если блядь общалась с Христом, то чего бы и нет. Нельзя учить людей этим делам. Людей можно учить, хоть это тоже бесполезно, но хотя бы. Первое. Никого не осуждать. Никого не учить, никому ничего не навязывать. Быть со всеми благодушными, принимать все с любовью, ни на что особо не заморачиваться, и жить счастливо, и никого не терроризируя, в том числе и самого себя. Вот чему надо учить людей. А что там они кому присунут или не присунут, это уже как получится. И говорят вообще, тайна велика сия есть. Правильно? Так, Дмитрий, я прошу заметить, вот вы сказали, многие вступают в брак из-за красивой жопы, по залету и так далее. Так может, это из-за того, что людей не учат, что открытое отношение, это нормально, и что, допустим, если бы открытое отношение были нормой, они бы не стали выходить замуж за того, у кого красивая задница, потому что они понимали, что у них в любой момент есть возможность прикоснуться к красивой заднице. На этот счет у меня тоже есть возражение. Я прошу недооценивать влияние красоты задницы. У меня на этот счет тоже есть возражение. Согласно статистике 95-го года National Survey of Family Growth количество половых партнеров до брака прямо влияет на стабильность самого брака. Даже в случае, если половых партнеров до брака не было, браки являются успешными примерно в 80% случаев. В случае, например, если до брака было 16 или 20 половых партнеров, то вероятность этого меньше 20. У меня есть подробная таблица, я могу прислать кому нужно, если кто хочет. Поэтому даже если мы будем объяснять людям, что да, ты можешь, пожалуйста. Кстати, в шиитском исламе у них есть понятие брак для удовольствия. Можно заключить временный брак, то есть брак заключается, потом через некоторое время расторгается. Это не проблема. Браки распадаются, потому что люди идиоты и сволочи. Если перестали бы быть сволочами, остались бы просто идиотами, то все было бы нормально. Я просто помогаю. Значительно проще провести работу с людьми, чтобы они смогли сохранить свой брак и могли наслаждаться. Вот как я помню, я присылал Виктории как раз фрагмент из 17 мгновения весны, где там одна девушка говорит, ну разве в постели с мужем главы семейства я не могу быть так же счастлива, как если бы он был вторым и третьим, и четвертым. Здесь вопрос в отношении людей. Если мы можем как раз включить эту рациональность, обучать людей и так далее, почему бы не учить их хороших? Мне все равно кажется, вот вы говорите, Энгельс написал, что брак – это в том числе право собственности на половые связи человека. Так разве это не тупо? Ну, мы взрослые люди. Да в браке и в связи вообще не хочется. Вы знаете этот анекдот? Выходит жена голая из души. Муж смотрит на нее с восторгом и говорит, была бы ты чужая жена, цены к тебе не было. Да, но Виктория, вот вынесла Юрьич. Подожди, ты меня недослушал. Хорошо, пожалуйста. Разве это не тупо, когда другой человек с абсолютно своим мировоззрением, со своей жизнью, но это личность отдельная, и мы утверждаем, что мы хотим этой личностью обладать. Разве это не тупо? Нет, это наоборот. Как ты можешь обладать? Потому что люди берут на себя ответственность. Люди берут на себя ответственность, так же, как когда они рожают детей, им приходится отказываться от каких-то вещей, они не могут больше. Тем не брать ответственность за другого взрослого человека, скажите мне, пожалуйста, который сам может брать на себя ответственность за свою жизнь. Я не считаю, что люди равны, я не считаю, что люди равны в социальных отношениях, я не считаю, что люди не могут брать друг за другу ответственность. Я не либерал. Вот странное действие Мартинина Дмитрия Рады. Казалось бы, я решил подождать, когда он еще накатит, и, наконец, пойдет что-то ценное. А он чем больше накатит, тем консервативнее становится. А я просто начинаю свободно говорить вещи, о которых думал. Понимаете, Борис? Я же вам по телефону то же самое говорил. Я вам и так не такое говорю. Я же говорил, что с Викторией, что мы говорили, да, и рабство должно быть, конечно, потому что так получается, что некоторые люди просто не могут справиться со своей свободой. Не надо никому рабство, никого обижать не надо. Надо быть просто и добродушным, благодушным, клюшевым. Так я и говорю, добродушное рабство. А это для того и нужно. Иначе у нас будут вкладчики финика, которые вложили все, что у них было, нахватали еще кредитов, и теперь мучаются, не знают, как детей кормить. А кто им позволил деньги иметь? А почему им банки разрешили брать кредиты? Кто куда смотрел? Это подход либеральный. Это Анареде Бальза. Он умер с долгами 400 тысяч франков. Или 4 миллиона. Когда кто-то что-то нахватал в виде кредита, это проблема не того, кто нахватал, а проблема того, кто ему дал. Ну да, проблема того, кто ему дал. На самом деле правильно. В таких случаях, конечно, надо списывать долги, потому что вы видели, кому вы кредит даете. Вы подумали, как человек будет его возвращать. Деньги мы выдумали из-за нашей сволочливости и душниловости. Вот вы вдумайтесь, да? Зачем нам деньги? Ну вот кто-то хочет есть, а у тебя есть, что ему дать? Ты ему дал, а он потом кому-то что-то другое сделал. И все всем все что-то сделали. И все хорошо. Ну у кого-то есть бархатная попка. Ну что от нее будет, если кто-то ее погладит по этой попке? Ну что от нее отвалится? Осуждаем. Осуждаем. Это уже... Энгельс, Ленин и Маркс Маркс, это анти-афродизиакин. А там мент. Может развиться стойкая импотенция вообще. И не только внизу, но и вот здесь тоже. Это как анекдот про армянина. Он за девушкой идет, говорит, девушка, можно вас в пупку поцеловать? Она, иди отсюда, там, хачик, там, да, там, пять тысяч рублей. Да, отстань от меня, там, десять тысяч рублей. Она подумала, блин, десять тысяч, там, за один поцелуй, да и в пупку поливать, как бы, деньги не пахнут. Зашли в пусты, там, да, и он трется щетиной такой. Она говорит, ну давай уже целуй, там, да, как бы, ДНК на эту. Вот, кстати, вот обратите внимание, женщины настолько запрограммированы, что они себя продают, вот просто запрограммированы, что они не могут получать удовольствие практически. Они все время прикидывают, а достаточно ли выгодно я себя продала. И причем это биологически, и у обезьян то же самое. Им что-то стали за ними наблюдать, оказывается, самцы что-то приносят этим самкам пожрать, и они, типа, им дают. А что придумали какие-то насекомые хитрые? Они приносят самке что-то завернутое. Пока та разворачивает, они делают свое дело. Она разворачивает, а там какашка. Вот, понимаете, мужская. Ну что это такое вообще? Ну что это такое? Ну вот. Не, я говорю, это не женщина продается, это большинство людей продается. Так получилось, что большинство людей, как Мавроди говорил, почему он не ставил охрану возле своих хранилищ, потому что здоровый человек, увидев гору денег, не может не сунуть себя в карман, как он говорил. Большинство людей не могут устоять перед деньгами, это факт. Но, Борис Юрьевич, насчет денег. Деньги, они имеют, это самая бесполезная вещь на земле, потому что все, для чего они нужны, это просто обменивать их на блага. Больше они не нужны ни для чего. Нам нужны сами блага, а не деньги. Но при этом мы сами создали деньги, мы их придумали, а теперь мы свое зло, вот как люди любят свое зло перекладывать то на дьявола, то на деньги, показывать купюру, говорить, ах, это ты во всем виновата, ты презренная бумажка, испортила мне жизнь. А это же мы такие, это в нас грязь, а не в деньгах. Не дьявол, не дьявол, от которого у нас есть власть, не деньги, которые мы же сами и печали. И радовить больше за участие в передаче не получать. Без проблем. И все лучше не наливать. Я обычно пью мартини до передачи, а не во время, просто в этот раз во время. Просто вы об этом не знали, да. Просто тема такая пошла. Просто Тима много раз сказал, что там, да, там моногамное общество, они там все счастливые. Вот я вот внутри, в кругах там вырос, я не видел в своей жизни много счастливых браков. Я видел сожительство регулярно, да, то есть как бы, но счастье, ну, как вот, да, то есть живут ради детей, живут ради имущества, живут ради принципа, потому что мои родители, и деды не разводились, и я не буду разводиться. Но счастья там, гармонии, я практически очень мало видел. И чаще, ну, допустим, мои родители, да, они до сих пор еще живы, но я ничего там, я просвета не видел, ну, ни разу в их жизни. Ну, с точки зрения БДСМ, да, когда друг друга чморят, ну, так они, наверное, самые счастливые, да, то есть как бы, может, это подсознательно у них там в голове, что... Я не знаю, я пробовал... Отец Виталий. Я пробовал, мне больно. Отец Виталий. Мне тоже больно, я тоже люблю гладить. Сообщество наших прихожан не является обществом премодерна, это общество контрмодерна, это люди, которые выросли в модернистском обществе и против него выступают, но при этом, по сути, несут в себе те же элементы, что и модернистское общество. Сообщество премодерна, это люди, которые так жили поколениями, которые вообще не были... Как, например, сообщество Натуре и Карта в Израиле, когда люди живут в пределах одного района и, поезжая в другой город, удивляются, что мир оказывается такой большой. Вот это называется общество премодерна. Я про такое общество говорю. Наше общество, это нифига нетрадиционное общество, даже хотя мы кажемся сами себя какими-то традиционными, мы просто сравниваем себя с атеистами. Вот и все. Так Виталий, отец Виталий, почему они несчастны? Вот мне как кажется, люди не умеют говорить о своих эмоциях, о своих чувствах открыто. Они боятся сами себя. Они боятся, что же говорить. Они, главное, не умеют слушать. Да, и слушать не умеет. И слушать не умеет, и говорить. Я вспоминаю свой бракт с точки зрения, что я очень люблю делиться, и вся моя жизнь достаточно открыта, как есть, так и в первом попавшемся даже говорю, что со мной там, да как там. Но когда ты с посторонним пообщался, там кто-то посочувствовал, кто-то за глаза тебя осудил, кто-то, наоборот, поддержал, да. А вот когда с супругой ты такой весь делишься, все отдаешь там, да, душу открываешь, ну, скажем, в 60% случаев в эту душу потом тебе же и плюнут. Тебе вспомнят все, что ты говорил, как бы и тебя же и прессанут за это. То есть как бы от раскрытия, толку от обсуждения, когда ты... Дорогие мои, не судите ваших жен. Они не живут в вакууме. Женщины – существа очень социальные. Причем на мужиков они обращают внимание постольку поскольку. Их интересует мнение других женщин. Поэтому, если у вас идеальная жена, но у нее есть подруги, то вы очень скоро будете общаться не с ней, а с мнением ее подруг. Проблема в том, что нет подруг там, да. Второе, второе. Как завоевать женщин? Совершенно неважно, кто ты и что ты. Сделай иллюзию, что тебя хотят две. И тогда они начнут бороться вне зависимости от того, какое ты говно. Есть такие люди, которые могут в какой-то момент сказать, я не буду конкурировать и пойду. Но для этого сделай вид, что тебя хотят три. И тогда это точно свобода. Будут конкурировать до победного, поэтому... Им плевать за что. Им важно... Они вообще мужиков-то за людей не считают. Хоть и баб тоже не считают. Но они никогда искренне с мужчинами-то не говорят в основном. Но вообще на самом деле больно делают, как обычно, самые близкие люди нам. И это не только женщины. Это наше ближайшее окружение. Поэтому вот тут большой вопрос поделиться с женой, там, не знаю, с сестрой, там, с мамой. Ну вот больше... Более всего нам делают близкие. Поэтому это касается вообще... Потому что близкие находятся вместе с нами по принуждению. Вот чуть-чуть что-то мы чужим как-то не так посмотрели, глядишь, он пропал. И все. И никто даже не заметил. А куда ты от сестры, от брата денешься? От мамы. Никуда не денешься. От мамы куда-то... От жены тоже вряд ли. Даже если эта мама умрет тебе 12 лет назад, так она тебе снится будет. Понимаешь? Так что да. Давайте плавно перейдем в следующую передачу. Нам надо завершать эту тему. И начинать другую. Я предлагаю выйти и зайти. Может, еще кто зайдет. Я сомневаюсь. Или не найдет, да, Борис Юрьевич? Ну, не знаю. У нас тоже веселая тема насчет смеха, юмора. Давайте по короткому слову по очереди. И закончит Виктория, которая начала. Давайте по очереди. Первые скажу я. Я еще раз говорю. Я абсолютно убежден, что человек благодушный, умеющий собой владеть, осознающий в себе агрессивные намерения и их отбрасывающие, и заменяющие благодушием, а приятием абсолютным неосуждением, прощением, и ко всему относящиеся. Прикольно. Пришли тебя убивать. Прикольно. Грабят. Прикольно. На, вот еще это возьми. Тебе плохо? Прикольно. Сейчас будет хорошо. Тебе хорошо? Прикольно. Сейчас тебе будет плохо. Вот этот подход, он наиболее успешно решает все проблемы. Не только проблемы, связанные с тем, что нам Господь выдал письки. Кстати, я так и не понял, есть у него она или нет. И зачем он их выдал нам. Но это решает и все другие проблемы. И на работе, и в школе, и по жизни, и прочее, прочее. Ну, представьте себе, если бы хамасовцы были благодушными, добрыми, неосуждающими, ласковыми людьми. Ну, как бы они стали террористами? Понимаете? Ну, разве что по приколу. Все, я все сказал. Сейчас по старшинству отец Виталий. Да, я хлебнул немножко вот этой тематике очень сильно. И так получилось, что первую половину жизни там мама воспитывала, а вторую половину жена воспитывала. И обе они очень похожи. Они скопировали друг друга. Или я так произвел это все на свет. И у них главная такая была тематика, что вот ты делай это, иначе ты пожалеешь. Вот как бы, вот ты маму не слушаешь, тебе дети отомстят. Ты пожалеешь, ты пожалеешь. Вот я дожил почти до 50 лет. О чем жалею? Ну, что молодость профукал. Вот это единственное, о чем я пожалел за последние 50 лет. У меня одна женщина до 47 лет была. Кстати, ничего не хотел вот так вот сильно. Любовь большая была. Вечная, замечательная. Да, и она мешает иногда, эта любовь. Нет, это самое по кайфу. Если у тебя такая вот большая любовь, то тебе ничего больше не надо. Ты и живешь. Вот. Хочу сказать, что все люди разные, и одного единого совета для всех нет. Есть. Совет да любой. Военный не может это делать. У него мозги, и он должен кого-то стрелять. И что ты ему скажешь? Любить ближнего? Пусть стреляет, как говорил Иоанн, без головы который. Пусть, когда еще голова у него была, говорит, солдат пусть стреляет, но с любовью. Владислав Юрьевич, вот вы нас стращали, что если мы будем, как кримские императоры, заниматься блудом свальным, то нас тоже убьют в уборной, какие? Ну, во-первых, многих, кто не занимался, тоже убили из императора. Там у них смертность была не детская. Точнее, как детская. А во-вторых, вот если не душни, ну скажите живое слово о любви, о том, что люди братья. Ну, пожалуйста, чисто для меня. Ну, во-первых, я привел пример с распутными римскими императорами лишь в ответ на то, что это было упомянуто. Вот. Во-вторых, римляне были те самые солдаты, часть из которых распинала, вешала и подвергала прочим казням, а потом переходила в христианство. И эти солдаты были весьма семейными людьми. Вот, так скажем. Римская культура была очень семейной. Вот. Как это ни парадоксально, наверное, для многих прозвучит. В-третьих, любовь – это прекрасно. Но вы упомянули известную формулу совет да любовь. Заметьте, что это, вы говорите, не любовь и совет, а совет и любовь. Это значит, совет на первом месте. И это именно то, о чем вы сказали. Что любовь следует из совета. А совет – это не советская власть, да, или электрификация всей страны. Ну вот. Совет – это как раз умение говорить и умение слушать. Этому должна учить наша культура в самых разных областях жизни. Как излагать себя, как представлять себя, как быть открытым, для чего это делать, как слушать того, кто с тобой такой же, как ты. Вот. Это самая главная проблема. Это всегда проблема в личных отношениях. И тут я соглашусь с теми, кто это затрагивал. Вот. Любовь всегда была и будет идеалом, к которому человек стремится. Будь это свободные отношения или традиционные отношения. Понимание любви может быть разное. Вот тут упомянули на Турейкарта. Я слышал у религиозных иудеев такое высказывание, у хасидов. И оно мне, в общем-то, понравилось. Они говорят так. Они по-английски мне это говорили. Они говорили так. We don't marry those whom we love. We love those whom we marry. Понимаете как? Вот. Это два разных способа реализации любви. То есть, если перевести на русский, то мы не женимся на тех, кого мы любим. Мы любим тех, на ком мы женимся. У меня в жизни, к сожалению, такого опыта нет. Моя жизнь складывалась так, что у меня отношения были недостаточные. Маленький совет. Я женюсь на третьей минуте знакомства. И все. Хорошо, Борис Юрьевич. Спасибо за ваш совет. А потом уже ее начинаешь любить. Трудно, конечно. То есть, выхасид, выхасид, вот все и выяснилось. Ну вот Ксюша буквально она как села в машину. Мы там книгу должны были писать. Она что-то сказала, я даже не слушал. Я говорю, все, давай жениться. И все. Отлично. Прекрасно. Ну а что долго раздумывать-то? Нехорошо быть человеку одному. Сказано же в беде. Да. Слушайте, Дмитрий Радович, меня эти моралисты уже затрахали. Насчет совета я скажу так. Вопрос армянскому радио. Почему на Красной площади нельзя заниматься любовью? Ответ. Советами затрахать. Дмитрий Радович, ну не от этих моралистов, просто душно. Ну вы уже выпили бутылку Мартини. Ну скажите что-нибудь аморально. Не бутылку, всего несколько глотков. Но я должен сказать, что насчет того, что сказал Владислав Юрьевич, что на собственном примере я вижу, что в моем браке любовь, она увеличивается с течением времени. То есть любовь, она... Расстоянием. И с расстоянием увеличивается. Я привет. Да, я хотел бы все-таки продолжить. Любовь, она увеличивается. Любовь оказалась наживной вещью, которая имеет свою динамику и постепенно растет, медленно, но растет. Что касается брака, то стабильная семья это вопрос выживания общества. Виктория тоже права, что природному устроено иначе. Поэтому единственное решение, единственное, что может нас вообще удержать от того, чтобы разрушать свои семьи, должно относиться тоже к нашей природе. Я не моралист, потому что моралью здесь ничего решить нельзя. Можно сколько угодно увещевать людей, объяснять им рационально, почему это должно так, почему не иначе и так далее. Они будут просто смеяться над вашими увещеваниями. Проблема в том, что большинство людей понимает только палку. Только что? Только палку. Палку в сексуальном смысле? Ну, не настолько, конечно, но вы меня поняли. Мы сейчас уже вскатимся в какой-то фологоцентризм, но так получается, что если вы видите, что человек выбрасывает мусор в водоем, вы можете ему говорить, убери, это же загрязняет природу, и купаться здесь будет нельзя, и рыба будет дохнуть. Он ничего не будет делать. А когда над ним щелкнет плеть, тогда он сам полезет в воду, это все вылавливает. Ольга Вячеславовна, скажите хоть вы что-нибудь аморальное. Ну, вы хотите, конечно. Утка – это товар скоропортящийся. Абсолютно. Просто она всю жизнь будет такая. Понимаете? Ребят, вам-вам какое-то там время эйфория проходит. Про свободные отношения, если мы говорим, это же не только сексуальные отношения. Вот вы говорите абсолютно правильно, Борис Юрьевич, когда вы натуроувлекающиеся, и у вас очень много любви, ее хватает на всех. Поэтому общаться можно, внимание получить и так далее. Семья – это то, что нам стандартизированы наши отношения, любовные в определенных рамках. Поэтому это выбор один. Если мы живем в свободных отношениях, выбираем для себя их, это другое. Но человек в свободных отношениях, он как и в браке, он все время что-то ищет. Он ищет себя, он ищет любовь к себе, внимание к себе, хочет давать внимание. Поэтому из браков также выходят в свободные отношения или живут несчастливо в браках и так далее. То есть мы себя не знаем. Вот от этого проблема идет. Сначала нужно с собой разобраться, а потом уже любить, кого уважать. Вот действительно, вот то, что совет надо взять и понять, чего тебе нравится. Я хочу сам. Я мазохист. Пошел специально к специалистке. Она меня бьет, а это больно. Она говорит, слушай, ты ни разу не базохист, иди отсюда. Потом еще к кому-то пошел, потом еще что-то. И в конце концов понял, что мне надо, что мне надо, понимаете? И все. Люди, которые вообще не созданы для брака, как бы, ну и что теперь? Бывает. Они созданы для брака. Нет, нет, есть люди, которые не созданы. Я вообще в себе не уверена, например, создана ли я для семьи. Не знаю. Скучно мне становится? Хорошо. Виктория Алексеевна, вот у вас наверняка еще бархатная попка. Вот вам жалко, чтобы кто-то вам ее потрогал? Нет, конечно, не жалко. Ну вот, вылетаем. Люди, люди существуют в первую очередь для людей. Мы существуем друг для друга, чтобы делать друг друга счастливыми. И Ольга абсолютно правильно говорит. Познай самого себя, познай, чего ты хочешь. И найди человека, которому ты можешь дать, что ему нужно, и которому может дать тебе, что нужно тебе. Вот. И не бить эту в руку мозг. Не бить эту в руку мозг. Вот я в 17 лет так же думал. И сейчас вернулся к той же позиции. Понимаете? Сколько можно всех этих, ну, понимаешь? Можно? Я анекдот что-то вспомнил церковный такой. Валтерь, женщинам нельзя быть батюшкой в деревне, там, ну, нет мужиков в храме, да, как бы. А в алтаре все равно надо убираться, там все равно чистый порядок. И он идет к своему духовнику и говорит, слушай, ну, благослови мне уже алтарницу, ну, как бы, чтобы помогать, потому что уже зарастаем там. ну, духовник говорит, да, ладно, ну, но только где-то так вот, 60 хотя бы ей, чтобы вот, 60 так было. Ну, короче, он взял 3 по 20. Все. Дорогие мои, мы встретимся через минуту по новому линку. Спасибо большое. Спасибо. Много лета. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok